Ну, поговорим сейчас о Бенджамине Франклине, одним из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. К этому разговору располагает, наверное, этот замечательный вековой дуб. Мы знаем, что дубов, семейство дубовых порядка 500 видов, и в Америке тоже много разных дубов. Американцы их любили всегда. Поэтому вот представим себе, что мы на территории США опретаемся. Да, и вот Бенджамин Франклин. Интересный еще был человек, политик, бизнесмен, ученый. Занимался там изготовлением громоотвода, исследованием там каких-то ламп. Физик такой был, дипломат. Его портрет изображен на стодолларовой банкноте США. Самые распространенные денежные купюры в мире, очевидно, сейчас. И вот, собственно, этот Франклин. Интересно понять, откуда он взялся и вообще, что он сотворил. Значит, если рассматривать итог творения, то это так называемая американская революция и война за независимость. Дело в том, что Франклин был почтмейстером США. Но в те времена почта, это как сейчас, я даже не знаю, там, мобильная телефония, интернет в одном флаконе. Потому что через руки почтмейстера Верховного проходили все письма. И он, в общем, знал и компромат держал на людей, и примерно представлял, кто чем дышит. Он сперва был почтмейстером Вирджинии, потом стал почтмейстером американских штатов. Что интересно, американские штаты, штат это вообще государство, еще с голландского взято, то есть они имели собственные ассамблеи, имели назначенного англичанами губернатора. И замкнуты все были эти губернаторы на Лондон. То есть не было горизонтальных связей таких административных между штатами. Поэтому как мог быть единый почтмейстер? Это очень любопытно. Зачем вообще англичане его поставили? На эту должность англичане должны были поставить проверенного человека, который уж ни в коем случае их не предаст, а он раз таки и предал. И, в общем, он, по сути, подбирал многих этих деятелей Джорджа Вашингтона, Джона Адамса, Томаса Джефферсона. То есть они все были поколением младше его, и, в общем-то, он их курировал. Ну, вот, возвращаясь, так сказать, к Адаму, по официальной версии, его отец, он приехал из Англии и занимался там, скажем так, мелким бизнесом. У него было, по-моему, боец соврать, там, сколько детей? Семнадцать. Семнадцать детей, и Франклин принял числу младших. То есть, казалось бы, им ничего особо не светило. Ну, вот он как-то рано начал изучать ремесло печатника. При том, что отец-то его занимался по другой части. Ну, у него, собственно, брат занимался всякими печатными вещами. А он потом поехал, то есть, родился он, соответственно, в Пенсильвании, поехал оттуда потом в Филадельфию изучать там ремесло. И там даже местный губернатор Кейт ему покровительствовал и уговорил поехать в Лондон, там, так сказать, осваивать. Ему еще тогда, напомню, было 21 год осваивать тонкости этого ремесла. В принципе, это была профессия перспективная, прогрессивная. Ну, как сейчас там, не знаю, там, IT-технологии, наверное, тогда были вот эти вот печатные станки и типографии. Ну, единственное, в Америке считалось, что эта профессия, она такая не очень выгодная, печатники часто разорялись. Ну, трудно сказать, из-за того, что шрифт был дорогой, надо было менять часто, вот, изготовляли его в Англии тогда. Не знаю, в общем, он поехал в Лондоне и там пробыл полтора года, работал в типографии. Что любопытно, у него осталась как бы невеста Рид, мисс Рид. Он хотел на ней жениться, но родители не дали на это добро. И он уехал, а она, в ее отсутствие, ее уговорили выйти замуж за какого-то там тоже, так сказать, ремесленника. Вот, но брак оказался неудачный. В общем, когда он вернулся, вот эту самую Филадельфию, то, строго говоря, губернатора уже не было. Был назначен другой человек, полковник или майор Павел Гордон, англичанин же. А губернатор был частным лицом, и уже он его не покровительствовал. Но удалось устроиться в типографию, все-таки используя свои ценные ноу-хау, которые он изучил в Лондоне. Он устроил в типографию некого, по-моему, Каймерса. Там ему платили большое жалование с тем, чтобы, так сказать, очевидно, выведать у него секреты и потом уволить. А уже рабочие будут работать со знанием, так сказать, английских технологий. Но как-то не получилось у этого типографа, он разорился. Но перед этим нашлись доброходы, которые у этого самого Франклина тоже, так сказать, дали денег. И он создал новую конкурирующую типографию, что любопытное. Кстати, дальше ему были хорошие заказы. Он там, он кроме того, что печатал, он еще и пописывал, так как человек был образованный. Вот, у него интересный был план самообразования. Вот, он там отмечал крестиками, когда он нарушал те или иные добродетели, которым следовало следовать. Он изучал там всякие сократические идеологии. То есть, занимался публицистикой. И, в частности, он написал большую публикацию о пользе бумажных денег. Потому что тогда, как бы, одни были за бумажные деньги, другие против. Об увеличении денежной массы. Вот, ну, в принципе, это правильно. Денежная масса должна быть увеличена в пределах разумного. А не как у нас в России. Она все время, ее, так сказать, наши замечательные экономисты, все время стараются сжимать. Вот, в результате, как бы, понятно, что экономика стагнирует и деградирует. В Америке, когда она развивалась, денежная масса увеличивалась. И это была компания. Интересно, что каждый штат печатал собственные деньги тогда. В одних штатах там вообще ходили серебряные монеты, в других стали были чисто печатные. В третьих смешанная форма была. И вот он в этой компании участвовал, в политике выиграли. И ему, в знак, видимо, признательности, как своему человечку, в типографии разместили заказ, напечатание денег. То есть, вот он поднимался на госзаказ. А его конкурент разорился, потом разорились те, кто в него вложились. А он, кстати, параллельно хотел жениться. Нашел себе какую-то девушку из какой-то вроде приличной семьи. Но запросил слишком большое приданное. Ну, приданное всего-то 100 долларов, но у них и этого не было. Доллар тогда все-таки была приличная денежка. И ему нужно было рассчитаться с кредиторами в своей типографии. Он даже предложил родителям невесты заложить свой собственный дом в ломбард. И на эти деньги ему обеспечить приданное. Но они не согласились. В общем, свадьба расстроилась. И другие тоже не желали, так сказать, на это идти. Потому что говорили, что профессия типографа, она невыгодная, как они считали. Но вот тут нашлась вот эта вот его самая Рид. Уже теперь не мисс, а миссис. И, как ни странно, он на ней женился. То есть ее супруг, он... В общем, они как-то жили плохо. Потом он уехал, протратил ее приданное, уехал на Барбадос. И они, во-первых, придумали, что у него есть жена в Англии, которую, правда, следы не удалось найти. А во-вторых, они придумали, что он умер на Барбадосе. И, в общем, таким странным способом они их поженили. Хотя, по сути, это было двое мужей, которая каралась кнутом. Вот такая романтическая история. После он со своим сыном старшим ездил в Англию. Там тоже был какой-то незаконный отпрыск. Вот. Но интересно даже не то, что... Не только это. А судьба его старшего сына. Вот. Ну и, в общем, так он мал по малу рос. И стал известный человек, политический деятель. Потом он стал пачтмейстером. Потом его отправили в Англию, когда в это время уже обострелились всякие отношения между американскими штатами. Старший, который вообще был такой ястреб, и говорил, что все, кто против Англии, надо, так сказать, коленым железом. А тут вдруг он стал говорить, «А что же, американцы во многом правы». Надо же, вдруг такая резкая смена политики, что в самом деле удивительно. Еще нашелся такой интересный человек, Томас Пейн. Пейн – это, насколько я понимаю, боль по-английски. Такая у него физиономия. Он, кстати, считается одним из основателей США. Но вид у него, конечно, такой, прямо скажем, разбойничий. По словам, он даже был копером, пиратом. И, в общем, он, тем не менее… А, у него еще такая интересная история. Он еще был молодой. Устроился работать на какой-то госдолжность низенькую. А так он написал хорошо. Его просили написать выстоящее начальство, что у него заклад у нас маленькая. Надо бы прибавить как-то убедительно. А он взял и написал, якобы так, по крайней мере, пишут историки, что типа, у нас заклада маленькая, такой степень, что приходится брать взятки. Просто жизни никакой. И дальше расписал, кто сколько берет. И якобы выстоящее начальство это непосредственно начальство это не прочитало, переправило выше. А те в парламенте это почитали, поизумлялись. И там пошли аресты, а он успел удрать, что интересно. И вот этот человек поехал в Америку и стал писать памфлеты о том, что американцы должны стать независимы, от Англии, так сказать, отделиться, все дела. Когда началась вот эта вся американская революция, грандская война, он уехал во Францию, как и Франк, представлять интересы, так сказать, Америки. И там, в общем, спокойно их представлял. Он даже стал депутатом конвента французского, в общем. Но потом, правда, у него пошли проблемы из-за казни короля и декабинской диктатуры. Но тем не менее, он просуществовал так нормально. Под конец вернулся в Америку. И что интересно, там стал рассказывать, что что такое Джордж Вашингтон. Да ничего, он все время спал, а все-таки за него делали другие. Ну, такой своеобразный был дядька. И когда мы имеем дело с Томасом Пэйном, мы понимаем, что тут что-то открывается, какие-то вот нити политические тайны, которые тянулись к этой американской революции. Интересно. Вот. Ну, что касается Франклина, то когда началась революция, он тоже уехал представлять интересы США во Франции и производил такое мощное впечатление своей, так сказать, сельской простотой. Специально он носил такую одежду, так сказать, и носил парик. Французы, они сами были люди рафинированные, но и сосковались по сельской простоте, что называется. Удивительно, что все эти вот, так сказать, все эти прогрессивные мыслители, энциклопедисты там, они все почему-то поддерживали, ну, кто жив был к тому времени, этого самого Франклина и вообще американской революции, потому что они были куплены кардиоангличанами, и удивительно, как это они против своих работодателей выступили. Ну вот, выступили же. Ну, после, так сказать, окончания успешной... Ну, мы знаем, что Франция, она ведь помогла очень сильно американцам в борьбе с англичанами, то есть, туда было прислано две эскадры, одна из них эскадра графа Рошамбо сыграла большую роль. Вот, там же был десант, там тысяч десять солдат прибыл на этой эскадре, то есть, это были первоклассные солдаты французские. В финальном, как говорится, бою, когда генерал Корноулес был осажден, семь тысяч англичан Корноулеса были осаждены семью тысячами солдатами Вашингтона и семью тысячами французами Рошамбо, а с моря их били испугших линейные французские корабли, и, в общем, они сдались, война фактически закончилась за независимость. Франклин, ну, вот, куда его было девать? Президентом избирали Вашингтона, Франклин, он был большой человек, но его сделали главой избирательной ассамблеи Родного штата Пенсильвании. Ну, и вот он какое-то время там жил, потом умер. Значит, два факта надо знать. Франклин был следом масонской ложи девяти сестер, об этом он в своих многочисленных сочинениях не сказал ни слова, и я так понимаю, что карьера двигалась именно по масонской линии. Второе, его сын, старший, он стал губернатором Нью-Джерси и был ярым врагом, так сказать, борцовской независимости, по сути, он был противоположный отцу партии, и даже порезал какого-то патриота, как назывались тогда американские борцы. Ну, вот фильм Мэл Гибсона, можно представить, патриот на тему американской революции. А после, так сказать, поражения сил лаэлистов и англичан в Америке, он уехал в Англию. Вот, ну, возможно, это следствие поговорки, что хорошая хозяйка не кладет все яйца в одну корзину.